Они танцуют, поют и держатся на сцене не хуже, чем профессиональные артисты. В Леубережном Дворце культуры Металлургов состоялся гала-концерт городского фестиваля самодельного творчества на одной сцене для людей с ограниченными физическими возможностями. На Руси, на Северной, ярким цветом, бельеют пышные цветы. Трио Карины, Ева и Дианы с номера «Маленький цветочек» покорило сердца жюри далеко не первого конкурса. Уж очень душевно девочки поют, хоть и жестами. Певицы говорят, глухонемой человек сразу поймет, стихи это или пение. Разница в подаче. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. А если песню, допустим, вот на Руси, на Северной, ярким цветом, бельеют пышные цветы. Немножко отличие есть. Фестиваль на одной сцене – событие для города уникальное. Напомню, в 2019 году на сцене Левобережного Дворца культуры Металлургов прошел концерт, посвященный 90-летию Магнитогорска, где на одной сцене впервые объединили профессиональных, маломобильных и самодеятельных артистов. Почему он и называется проект? На одной сцене. Все, как бы, стираются рамки. Нет никаких ограничений нигде. Не важно, что ты на коляске. Ты танцуешь прямо с танцорами, которые занимаются даже этим профессионально. Не важно, что у тебя проблемы речи, когда с тобой на одной сцене танцует балерина, студентка хореографического училища. Не важно, еще какие-то ограничения, когда рядом с тобой абсолютно на равных стоит солистка концертного объединения, играющая на флете. То есть это взрыв. В этом году в фестивале приняло участие более 130 человек из 20 учреждений города. Сегодня на концерте только лучшие номера. Победителей наградили, а организаторам выразили благодарность. В частности, глава города Сергей Берников поздравил всех, кто принял участие в фестивале и отметил, что сегодня в городе многое делается для людей с ограниченными возможностями. Хотя, конечно, есть недоработки. Особенно сегодня я вижу много у нас недоработок. Если мы в части муниципальных проектов реализуем сегодня комфортную, доступную среду, то во многих коммерческих структурах сегодня, к сожалению, еще есть вот те пробелы, те моменты, которые нужно решать. Я думаю, что мы все вместе, наверное, посвятим в большей степени следующий год как раз-таки усилию по приведению в порядок всей вот этой вот инфраструктуры. В свою очередь организаторы поблагодарили тех, кто поддерживает фестиваль. Депутаты законодательного собрания Павла Шиляева «Город и комбинат». Чтобы у вас все было хорошо, чтобы первое, что было, это здоровье крепкое, чтобы та бодрость духа, которая у вас присутствует, она всегда в нем присутствовала, чтобы всегда грело присутствие близких, родных людей рядом, чтобы было всегда общение и чтобы все у вас получалось. Поэтому я рад вас приветствовать и с праздником вас! Сегодня на одной сцене зрители увидели артистов концертного объединения, Дома дружбы народов, танцевальной студии «Театро», специализированной коррекционной школы-интерната номер 3, коллективов жестовой песни городского отделения Всероссийского общества глухих, студии реабилитационного центра для людей с ограниченными возможностями здоровья и многих других. Юлия Черешнева, Александр Макаров, телекомпания «ТВИН».